Всем привет! Сегодня второй день в Варшаве, и мы начинаем изучение старого города с памятника известному учёному-педагогу, дважды Нобелевскому науриату Марии Тихонтовской-Кюри. Подписывайтесь, ставьте лайки и, конечно же, оставайтесь с нами. Вот так вот на уличках, в отдалённых от центра. Красиво, тишина, спокойствие. Вот у нас католическая церковь, а это у нас площадь рынка Нового города. Я так понимаю, здесь на выходных какой-то базар устраивает. Ну, там, в принципе, есть какие-то сейчас палатки. Но это мало. Фонтан для птичек. У них тут спа-салон, спа-процедуры. И вот так, в принципе, мы доходим до старого города. Барбакат был воздвинут в 1540 году по проекту венецианца Джованни Батисты. Но по иронии судьбы он был использован только однажды, во время шведского нашествия на Польшу, когда 30 июня 1656 года польская армия под предводительством короля Яна II Казимира отбивала его у шведов. Во время Второй мировой войны Барбакан был почти полностью разрушен. Вы, кстати, можете увидеть это на фотографии. Но уже после войны в 1952-54 годах он был восстановлен, но уже на основе чертежей 17 века. На сегодня это довольно-таки известная туристическая достопримечательность в Варшаве. Вот так вот в старые времена защищали Варшаву. Вот оно. Там был город, даже нельзя было опускать врагов. А там раньше были враги, но сейчас уже город разрастается, разрастается, становится все больше и больше. Липп… Вот вот… Липп… И дальше уже вход в старый город, ну вот такой вот. И форт с другой стороны, сейчас посмотрим, ну кстати вот так вот люди работают, здесь все чистенько-гарненько убирает, газонку стригли, красиво очень, поддерживает красоту. С много экскурсий, я хочу выйти на края этой стены и посмотреть, что же там. Старый город, здесь уже старый город старый. Вот именно старые постройки, понимаешь, дома делался ремонт. Красиво. Такие дома украшены разной росписью, интересно очень. Ну вот в принципе там дальше река. Ну вот в принципе все. И еще один юный видеоблогер снимает свое видео. Ха-ха-ха-ха. Робзо. Робзо. Попал в описании. Смотрите. Робзо. Ах-ха-ха-ха. старого города здесь у нас есть музей варшавы здесь у нас есть музей адама мицкевича литературный музей вот он он запрятан и конечно же здесь у нас много кафешек можно посмотреть купить картины кто-то играет на лаяне музыкальными композициями и конечно же одна из главных достопримечательностей и а и Добро пожаловать на наш канал! Дворец Королевский, вот это он и есть. Дворец Королевский, вот это он и есть. Он полностью пешеходный, построив новый широкий мост, а движение транспорта осуществить через тоннель под площадь. Реконструкцию всего этого мы и можем наблюдать сейчас. Поголев по старому городу, мы свернули к площади маршала Юзефа Пирсуцкого и могиле неизвестного солдата, у которой горит вечный огонь и несет свою круглосуточную службу в отчетный коров. Дворец Королевский, вот это он и есть. Дворец Королевский, вот это он и есть. Дворец Королевский, вот это он и есть.